Музыка Основным вопросом заседания ученого совета, прошедшую 28 апреля текущего года, стало состояние внеучебной работе в МГТУ в 2016-2017 учебном году и задачи на 2017-2018 учебный год. С докладом по данному вопросу выступила проректор по внеучебной работе с социальным вопросом Ольга Кузнецова, которая подробно рассказала о той большой работе, которая проводится в университете в области внеучебной деятельности, отметила существующие проблемы, а также представила предложение по улучшению внеучебной работе в МГТУ. В ходе обсуждения предложенный проект решения был принят единогласно. Большое число мероприятий, посвященных 72-й годовщине победы нашего народа в Великой Отечественной войне, прошли в канун праздника в стенах университета. 3 мая в актовом зале прошло торжественное собрание с участием студентов, преподавателей, ветеранов войны и труда. Собравшийся поздравил с праздником ректор университета Анатолий Косых, проректор по внеучебной работе с социальным вопросом Ольга Кузнецова, начальник учебного военного центра Константин Грымзин. Студенты вручили цветы ветеранам, прошел праздничный концерт лучших коллективов и исполнителей, посвященный Дню Победы. 4 мая, ставший уже традиционным «Смотр строя песни», прошел на площади у главного корпуса ОМГТУ. Организаторами его стал Объединенный Совет студенческих общежитий. Большую помощь в подготовке и проведении мероприятия оказали сотрудники Института военно-технического образования. Участников «Смотра» приветствовала проректор по внеучебной работе и социальным вопросам Ольга Кузнецова, а затем его участники продемонстрировали свои умения в прохождении торжественным маршем и прохождении с песней. 5 мая в медиа-центре ОМГТУ прошел межфакультетский конкурс «Чтецов. Строки, опаленные войной», посвященный победе в Великой Отечественной войне. Конкурс регулярно проходит последние годы в стенах нашего вуза. Студенты читали проникновенные строки о войне, стойкости, мужестве и героизме тех, кто делал все, все для фронта, все для победы. Мастерство участников оценило авторитетное жюри, а творческие паузы заполняли солисты ансамбля «Ретро». 5 мая в актовом зале университета прошла лекция заместителя прокурора города Омска Дениса Курехова «Нюрнбергский процесс». Перед лекцией собравшимся обратилась проректор по внеучебной работе и социальным вопросам Ольга Кузнецова. Затем участники лекции посмотрели документальный фильм о нюрнбергском процессе «Суду истории народов над фашизмом». В конце апреля-начале мая этого года в стенах технического университета прошла 7-я международная молодежно-научно-практическая конференция с элементами научной школы, прикладная математика и фундаментальная информатика, посвященная 60-летию Института математики имени Соболева Сибирского отделения Российской Академии Наук. В открытии конференции приняли участие проректор МГТУ по научной работе Бикин Женатов и директор Омского филиала Института математики имени Соболева Валентин Топчий. Затем начались рабочие будни конференции с пленарными и устными докладами, с онлайн-докладами из ближнего и дальнего зарубежья. 11 мая прошло торжественное закрытие конференции, были подведены ее итоги, прошло награждение участников конференции почетными грамотами и сертификатами. 23 мая в актуом зале МГТУ прошел финал открытой лиги КВН Политеха, в котором приняли участие три команды «Радость», «Бора-Бора» и «ОПГ». Участникам финала надо было пройти четыре задания «Визитка», «Бетлон», «Разминка с залом» и «Конкурс одного номера», по результатам которых жюри определило победителей. В ходе финального турнира победителем открытой лиги КВН Политеха сезона 2016-2017 года стала команда «Радость».